Привет! Это видео не аналитика, не разоблачение, это скорее, наверное, какой-то крик души. Это показатель того, что наш народ после правления Порошенко так ничего и не понял. Заметили интересную деталь? Порошенко держит свою жену под правую руку, тогда как по этикету положено, чтобы мужчина всегда держал свою женщину под левую руку. То есть, как бы ни косил пятюня под аристократа, некого такого образованного хозяина жизни, он просто не знает элементарного этикета. Вот это я вам хотел показать и на этом акцентировать внимание, что меня крайне возмутило, ну и в каком-то смысле даже позабавило. Потому что человек, который обворовал до нитки всю страну, приходит в общественное место, приходит на концерт, и вместо вполне законного негатива, ну или по крайней мере свиста в его сторону, с ним начинают фотографироваться, с ним начинают мило сюсюкать, и ему жмут руку. Знаете, я до последнего думал, что эти все люди купленные, но когда я посмотрел дальше, я понял, что этот народ не сделал никаких выводов и совершенно ничего не понял. Так что же вы за стороны таких? Сказочных мазохистов Вы только вдумайтесь в степень этого мазохизма Этого стокгольмского синдрома Уж по-другому не скажешь Весь зал аплодирует человеку Который сделал их нищими Я вам больше скажу Из-за этих безумных мазохистов Которые хлопают государственному преступнику Порошенко Мы с вами никогда не построим Нормальную демократическую страну И именно для этих парохоботов Я хочу напомнить результаты правления Петюни За все его 5 лет Если после этого отрывочка Который я уже вставлял раза 3 До вас не дойдет Тогда как говорится Медицина бессильна Пока Наверное ему бы стоило спросить Раз вы не хотите говорить за мою пенсию Расскажите почему у нас в Совете Европы Голосуют в 3 раза меньше За Украину сейчас чем 2 или 3 года назад Или почему в ООН вместо 100 стран Нас сегодня поддерживает 65 Ты один Ранен Что сразу же обращает на себя внимание В 2013 году По мнению Global Firepower Указала в 2013 году Что украинская армия находится на 22 месте В 2018 году После всех реформ После влитых миллиардов долларов Из сотен миллиардов гривен После всех рассказов о том Что сделал президент для того Чтобы армия была самой сильной в Европе Оценка упала до 29 места Ты один Ранен В 2016 году Из вооруженных сил ушли 2600 военнослужащих А в 2017 году 20 тысяч 20 тысяч Это чуть меньше 10% общего состава армии Минобороны говорит о том Что за полгода 2018 Уволились 11 тысяч военнослужащих Едем Убит Сегодня Украина покупает У Европы газ Которая Покупает его у России То есть российский газ По 230-250 долларов Мы покупаем у Европы По 319 Как вам такая арифметика? Материки Дяди Ранен Затем Только за год Задумайтесь Задолженность людей по ЖКХ Увеличилась на 20 миллиардов гривен С 28 до 48 почти ЖС Ранен Паника на корабле В 2017 году Субсидии получали 6,7 миллиона семей В 2018 3,3 6,6 3,3 И один Ранен Только за год На 30 процентов Опять же Благодаря его подписи Плюс 30 процентов Выросло отопление Плюс 30 Горячая вода Плюс 20 Холодная вода Плюс 23 Процента Газ Плюс 80 Процентов Придомовая территория Плюс 30 Почти процентов Средняя платежка По ЖКХ К10 Убит Четырехпалубный Готов Бензин Дизель Плюс 18 Автогаз Плюс 30 Почти Свинина Плюс 6 Процентов Самое Небольшое Подорожение Смотрите Лук Ранен Лук в Украине Плюс Плюс 137 Процентов Плюс 45 Процентов Свекла Что это Рис Плюс 71 Ну и так далее Океан Ранен Представляете Поднимает бокал Шампанское Говорит Благодаря нашей С Гройсманом Политике Шампанское Сегодня На вашем столе Стоит Плюс 50 Процентов От того Что было год назад Почему А мы акциз Увеличили Ранен При этом В два раза Выросла зарплата Депутата Это же за него За это голосовало БПП 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 Блок Петра Порошенко Надо говорить Кто там директор Убит Мы посчитали На обслуживание Четырех людей Президента Премьера РНБО Главы И Спикера На девятнадцатый год Запланировано 6,8 миллиарда гривен Миллиарда Не миллиона Миллиарда А средняя пенсия Вырастет на 65 гривен Ранен Только На содержание Административных Объектов Президента Украины В год Выделено 102 миллиона Гривен А Для реабилитации Беженцев Выделили 8,7 миллиона Гривен 102 и 8,7 В год На каждого Переселенца Выделяется 2000 гривен Ранен Госстат Подконтрольный Премьер-министр Считает Что за год Население страны Сократилось На 200 тысяч Человек Они уже Понимают Что хоть что-то Надо признавать Они говорят На 200 тысяч Сократилось Население страны Они же говорят Что 300 тысяч Украинских Пенсионеров Куда-то делись Их тоже не стало 300 тысяч За год Я думаю Я думаю Я думаю Что приведенные Выше цифры Вполне Понятно Объясняют Куда делись Убит Сократилось 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 Сократилось